Всем привет, это скринкасты. Меня зовут Миша Филоненко, я из Taranto Solutions. Мы делаем базу данных Application Server в одном флаконе. В прошлый раз мы с вами сделали простое приложение на гошечке, которая отобразила html файлик с картографическим виджетом, на котором мы могли оставлять свои комментарии. Там было очень много попыток, разнообразных шуток, кринжовых и не очень комментариев. Сегодня мы с вами добавим базу данных Taranto для того, чтобы пользовательские комментарии сохранялись в нее. Taranto – это персистентная in-memory база данных. Это значит, что все данные, которые в нее попадут, сохраняются на диск и при перезагрузке, при каких-то авариях они никуда не теряются. Значит, in-memory, что даст нам эта технология? In-memory нам дает высокую скорость работы, то есть потенциально это приложение. В прошлый раз мы сделали его для того, чтобы просто хранить статический комментарий. Но потенциал, который я бы хотел туда заложить, это именно онлайн географические данные, например, передвижение общественного транспорта, может быть метеорологическая какая-нибудь информация. In-memory технология дает возможность очень быстро эти данные запрашивать. Во многих базах данных есть геоиндексы, и Taranto не исключение. Мы построим сегодня небольшую схему для хранения наших комментариев, навесим туда геоиндекс и будем запрашивать данные быстрым запросом. Ну что ж, погнали. Для того, чтобы инициализировать базу данных в Taranto, мне потребуется простой луашный скрипт. Луа такой язык, он очень простой, но в базе данных его редко кто ожидает, хотя он есть в Redis. Мы не будем размещать логику в Taranto, мы разместим всю логику работы в Golan, но луа скрипт нам потребуется для того, чтобы инициализировать базу данных. Начнем. Я создал файл init.lua для того, чтобы инициализировать базу данных. Для инициализации служит функция луа-бокс-кфг. У нее есть параметр, интерфейс, на котором я хотел бы, чтобы база запустилась. Ну, мы запустимся на локал-хосте, на порту 3301. Дальше мы создадим пользователя с помощью функции бокс-схема user-create, и наш Golank backend будет с помощью этого пользователя подключаться к базе данных. Мы зададим этому пользователю вот такой хитроумный, я надеюсь, пароль и укажем специальный флаг при перезапуске базы, чтобы повторный вызов функции по созданию пользователя не приводил к исключению. Дадим этому пользователю все права. Пусть Golank делает с базой данных все что угодно. И некоторые функции по созданию таблиц могут попытаться сериализовать внутренние структуры. Мы будем, мы таблицу будем создавать из Golank приложения. Поэтому, чтобы сериализация некоторых DDL функций не ломала логику, мы сделаем небольшой хак. Мы настроим сериализацию MessagePack. Так, хорошо, у меня должно было все получиться. Теперь внимание, скрестил пальцы только на одной руке, и у меня получилось. База данных запустилась в этой же директории, поэтому мы видим ее файлы рабочие, в которых, собственно, сохраняется вся наша информация. Пойдемте сейчас в консолечку и установим коннектор. Нам потребуется вторая консоль. Так, внимание, слева запущенная база, тут будет запущенный Golank. Теперь пакетный менеджер, я не туда пошел. Давайте перейдем в нашу рабочую директорию GoGet. С GitHub качнем официальный коннектор. Получится. Ого, получилось. Смотрите, а пальцы все еще не были скрещенными. Ну и начнем, собственно, программировать. Что нам потребуется? Опции для подключения. Самый класс в том, что Golank за меня экспортирует это внутрь моего модуля. Вот этот вот IntelliSense — это что-то восхитительнейшее. Зададим пользователя. Зададим пароль. Попробуем наладить подключение. Ух ты, получается, получается. Руки сами за меня пишут. И если у нас произошла ошибочка, то будем паниковать. Хорошо. Смотрите, мы подключились к базе данных, но самое-то главное, чтобы Golank обязательно закрыл это подключение, когда мы выйдем из этой функции. Хорошо. Теперь нам предстоит создать одну таблицу, в которой у нас будет несколько колонок, а именно три. В первой колонке идентификатор нашего комментария, который мы оставляем на нашей карте. Вторая колоночка — координаты этого комментария. Ну а третья колоночка, соответственно, комментарий. Значит, для этого нам понадобится несколько действий. Мы сделаем с вами Golank структуру, в которую мы будем десерилизовывать наши вот эти комментарии. Мы вызовем в тарантуле создание таблиц, и мы сделаем два индекса на нашей таблице. Первичный индекс по первой колоночке для того, чтобы каждый из наших комментариев был уникален, и индекс по координатам комментария для того, чтобы мы могли, когда по нашей карте перемещаемся, из базы данных быстро и просто запрашивать данные, которые относятся к конкретному региону. Для этого мы вызовем внутри тарантула функцию box-схема-space-create. В эту функцию передадим следующие аргументы. Название таблицы. Мы ее назовем Geo. И обязательно укажем флаг о том, чтобы не генерировать исключения в случае, если мы будем перезапускать наш Golank backend. Golank backend. Это даже немножечко рифмуется. Хорошо. Если произойдет ошибочка, мы, конечно же, запаникуем. Знаете, может быть, это будет очень долго записывать обработку ошибок. Я, может быть, сейчас запишу сразу подряд вызову функции, а обработку ошибок просто скопипач. Ну что ж, начнем. Я вызову функцию box-space-geo-format. И в эту функцию я передам аргументы. Список имен колонок и их типов. Хорошо. Давайте я быстренько перепроверю, что у меня все получилось. Посмотрю, что нужная таблица создалась. С помощью специальной консольной утилиты подключусь к базе и просто посмотрю на созданную табличку. Да, вот все хорошо. Теперь, прежде чем мы начнем пользоваться табличкой, я создам два индекса. Первый, первичный ключ, который, ну, будет, в общем-то, для нас уникальным идентификатором нашего комментария. И второй индекс, геоиндекс на колонке с координатами. Это позволит нам делать к базе данных запросы к некоторым регионам. Ну, по типу, вот смотрите, вы загрузили карту, и вы хотели бы, чтобы вам отобразились только те комментарии, которые есть в вашем окне. Ну, собственно, для этого и служат запросы к геоиндексам. Такие геоиндексы есть во многих базах данных, в Tarantul, в MongoDB, в Postgres, в MySQL. Для того, чтобы создать индекс, я буду пользоваться функцией BoxSpaceGeoCreateIndex и в параметрах указывать. У первичного ключа я, ну, просто его создам. Первичным ключом будет являться первый созданный индекс на таблице. У индекса по координатам я укажу специальный тип R3. Ну и, конечно же, я не забываю про флаг для того, чтобы при перезагрузке голенга повторный вызов функции для создания индексов не вызывал ошибку. Так, добавлю обработку ошибок в голенге, перезапущу, проверю себя. Так, теперь в отдельной консоли подключения к базе проверю, что, ну, нужный индекс создался. Супер! Давайте теперь создадим геоиндекс. Я скопирую такой большой сниппет-кода с созданием первичного индекса и настрою все то же самое для гео. Я поменяю имя, геоиндекс я назову геоидx, поменяю ту колонку, на которой он строится, и укажу тип. Кроме этого, в принципе, у нас вполне себе допустимо, если на одной и той же точке с координатами будет много комментариев. Ну, мало ли, много пользователей будет пользоваться системой. Поэтому, ну, я укажу, что этот индекс не уникален. Так, кажется, сделал все правильно, и в очередной раз себя перепроверю. Да, все, два индекса готовы. Теперь я перезапущу подключение к базе данных для того, чтобы в дальнейшем пользоваться вызовами сразу к таблицам. Дело в том, что коннектор к Тарантулу умеет подгружать схему базы данных в соединение. Дело в том, что мы в этом соединении схему меняли. Таким образом, нам надо его перезапустить, чтобы подгрузилась новая схема. Для этого я скопипащу строки с подключением. И уберу у них, поменяю у этих строк с подключением оператор для того, чтобы они не создавали новых переменных. Так, хорошо. Что нам сейчас осталось сделать? Мы с вами комментарий на страничке уже делать научились. Нам необходимо будет в голенге сделать endpoint. И в HTML мы будем на этот endpoint отправлять JSON, создавать комментарий, сохранять его базу данных. Ну а в HTML он будет автоматически отображаться. endpoint будет называться new. Здесь мы разместим нашу функцию, которая примет запрос. И дальше в этой функции мы примем JSON с HTML, вставим его в базу данных и вернем успех в случае, если все пошло хорошо. Да, совсем забыл. Прежде чем мы начнем это делать, нам потребуется голенг-структура, в которую мы будем десерилизовывать и серилизовывать наши данные. Назову эту структуру GeoObject и укажу ей те самые три поля, которые у нас есть в таблице. В этой структуре я также указываю имена полей в JSON для того, чтобы у нас происходила конвертация. что пришло в JSON, то легло в нужные поля в структуре в голенге. Для хранения координат используем массив из двух значений с типом float64. Итак, создадим JSON диктировщик, преобразуем наш запрос, который нам придет с фронтенда, в структурку, а затем эту структуру сохраним базу данных. ДАТСЗФИН ... Продолжение следует... Хорошо, проверим, что у нас все идет как надо. Объект получен, он сохранился у нас в переменной object, и теперь отправим его в базу. Для этого нам потребуется создать уникальный первичный ключ для нашего объекта. Для этого мы воспользуемся библиотечкой SID для голенга, потрясающая, которая предоставляет нам возможность просто сгенерировать рандомную строку. Устанавливаю ее в консоли, завершу старое. Да, все получилось довольно быстро. И теперь сгенерирую новый идентификатор сразу в объекте. Все хорошо, осталось отправить это все в базу данных. Прежде чем отправим в базу данных, создадим контейнер. Наша база вставит данные и вернет нам все, что она вставила. Ну, например, когда у нас внутри базы есть триггеры, они могли как-то по пути поменять объекты, и поэтому из базы может вернуться что-то не совсем похожее, на что мы вставляли. Сейчас это, конечно же, не наш случай, но такой паттерн довольно удобен для программирования, поэтому мы им тоже воспользуемся. Вставляем в нашу таблицу гео. Указываем о том, чтобы результат вставки отправился в переменную tuples. Ну и теперь в случае, если была ошибка, спаникуем. А если ошибки не было, отдадим полученные табли наружу в наш фронтенд. Хорошо, супер. Перезапустим бэкэнд и подредактируем HTML для того, чтобы отправлять наши комментарии на голенговский бэкэнд. Слишком много слов «бэкэнд», да, возможно, вы чувствуете. Хорошо, перейдем в индекс HTML, и вот здесь, вы помните, в прошлый раз мы с вами сделали отображение окошек с нашими комментариями, я конкретно рассказывал вам немножко про себя, я надеюсь, что вы тоже вспомнили свои самые интересные места. Отправим полученные данные с фронтенда на бэкэнд. Прежде чем мы это сделаем, я хочу сказать следующее. На фронте мы оставляем комментарии и используем систему координат на шаре. Тарантул при этом при индексировании и при запросах использует систему координат двумерную. Поэтому мы на фронтенде спроецируем нашу точку на двухмерную систему и отправим это все дело именно в таком виде. И когда мы будем загружать наши объекты с бэкэнда, мы будем выполнять обратную конвертацию тоже на фронте. Это можно было бы расположить в любом месте и во фронте, и в бэкэнде, просто для наглядности и для простоты это удобнее всего сделать на фреймворке leaflet на фронтенде. Поэтому я делаю именно здесь, где вы расположите, ну вы можете и на голенге, если вам так захочется. Сделаю себе переменную p, и у нашей карты, у переменной mymap, есть метод project, который отобразит координаты на шаре в координаты на двухмерной плоскости. Дальше подготовлю джейсончик, заполню у него поля и отправлю на бэкэнд. Ну что ж, все готово. Давайте проверим, что у нас получилось. Я очень долго программировал, все мои пальцы скрещены. Если бы я мог еще на ногах это делать, я бы это тоже сделал. Хорошо, давайте про, может быть, в прошлые разы. Я много петросянил, в этот раз романтическое настроение. Вот здесь. И я начинаю разговаривать про стадион «Зенит», да, романтическое настроение. Нет, я поясню, что я имею в виду. Есть потрясающий пешеходный мост, который проходит, он проходит не совсем над заливом, но очень рядом, с которого открываются великолепнейшие панорамы. Поэтому, если вы устраиваете свидание в Петербурге, это потрясающее место для ваших романтических отношений. Хорошо, комментарий получился. Вот он один. Давайте перейдем в базу данных, и я посмотрю. И я посмотрю, вставился ли этот комментарий. Да, вот он вставился. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами продолжили делать наше кратографическое приложение, на котором мы будем оставлять самые памятные места в своей жизни с комментариями. И в этот раз я добавил сюда функцию для того, чтобы наши места сохранялись в Тарантуле, в InMemory базе данных. Почему именно Тарантул для хранения такой информации, спросите вы? Я отвечу, потому что Тарантул позволяет очень быстро хранить и запрашивать данные, ну, в том числе, геоинформационные. И в целом, если мы соберемся огромным количеством людей, одновременно зайдем на сайт, и каждый начнет оставлять комментарии о себе, то Тарантул с такой нагрузкой справится. Гулэнг, конечно же, тоже. В следующий раз, да, если сейчас я перезагружу карту, то комментарий все еще пропадет, потому что мы еще не умеем загружать его с бэкэнда при навигации по карте. В следующий раз мы с вами загрузим комментарии с бэкэнда с помощью специального, одного специального лаконичного запроса к геоданным. С вами был Миша Филоненко. Это скринкасты. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал.